ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я полностью разбираю все от и до формата подкаста, ребятки слушают, делают какие-то свои выводы. И если вам интересно, то в описании в закрепленном комментарии будет ссылочка на наш бойцовский клуб диванных аналитиков. Welcome туда на этой неделе. Помимо всех боев UFC, которых на ютубе не будет и которые я, конечно же, запишу, разбор в наш клуб, будет турнир Беллатор с большим количеством боев. Кстати, реально классный, хороший карт, который также я запишу, разберу полностью в формате подкаста у нас в клубе. Да, где у нас в клубе? Так что, друзья мои, welcome, welcome туда. И, кстати, еще хочу заметить, вот буквально, без шуток, каждую неделю мне прилетают вопросы от разных ребят. По поводу того, что, Ром, подскажи, пожалуйста, где можно посмотреть вот этот вот бой? А где можно посмотреть вот этот вот бой? Где можно там прошлый бой и там вот этого бойца UFC посмотреть? Ребятки, у нас в бойцовском клубе, причем совершенно бесплатно, хочу заметить, собрана уже огромная видеотека боев. И поэтому прошлые поединки, кого угодно, то есть вот Маккензи, Дерн, Ян Сю, Нянь, да, все вот эти в UFC прошлые поединки, вы можете легко там найти и посмотреть по поиску без проблем. Так что, если кого-то интересует еще вот этот аспект, то тоже вступайте, вступайте, ссылочка в описании, в закрепленном комментарии. Итак, что касается этого боя, да? Бой здесь интересный, противостояние стилей в первую очередь, потому что вы все прекрасно знаете, что Маккензи, Дерн, это, конечно же, грепплер, джитсер, ну а Ян Сю, Нянь, это в первую очередь ударница, именно в ударной технике предпочитающая работать боец. Ну, что касается Дерн, да, если мы возьмем в целом ее противостояние, последнее, то надо сказать, что выглядела она весьма хорошо. Вот, ну, допустим, бой с Жендеробой, если опускать, потому что не сильно мне понравилось там, как выглядела Дерн, ну, в стойке прям очень и очень посредственно, и бой, в принципе, смотрелся прям близковато, но вот крайние поединки прям неплохие. Нину Нунес она просто уничтожила, хотя, опять же, нужно сделать скидочку на то, что Нунес после этого провела еще один бой с Кальвилью. Бой был ужасный, она выглядела, как будто она там 70-летний дедушка, да, и закончила Нину Нунес после этого карьеру. Поэтому тут же нужно подумать насчет того, с чего и сколько стоит эта победа, да. С Мариной Родригеса Маккензи Дерн сумела забрать только один раунд, да, как там она все-таки в одном из раундов перевела, весь раунд проконтролировала, но, опять же, есть такой момент у Марины Родригес, да, что если ее переводят, то она реально очень плохо встает. У нее есть познание в джитсу, она умеет защищаться, очень плохо встает, лежит просто до последнего, да. Вот, ну и в крайний бой с Тишей Торос, вот здесь Маккензи Дерн смотрелось неплохо, неплохо. Да, бой был близкий, я знаю, что есть ребята, кто в принципе там победу Маккензи Дерн не увидели, и это нормально, потому что действительно был близкий спорный бой, но все равно есть несколько моментов, которые мне там относительно понравились, это были некоторые моменты в стойке, да, Маккензи Дерн, она не обладает какой-то очень хорошей стойкой, в основном это просто какие-то закидухи весьма размашистые, да, но, тем не менее, что мне понравилось, она их все-таки бросала под таймингу и очень неплохо местами попадала. Было видно, что вот то, что Тиши Торос делает, это скорее, ну, такие обозначающие тычки, да, но когда Маккензи попадает, это уже действительно акцентированный удар. Вот, но тем не менее, надо понимать, что Тиши Торос ее в первом и третьем раунде перестреляла по количеству ударов, просто больше работала, больше попадала, больше уворачивалась, да, но Маккензи Дерн просто за ней гонялась и, ну, не сильно хорошо выглядела визуально, но зато второй раунд, это было, ну, буквально шедеврально, потому что никак Маккензи не могла перевести Торос, но прямо в стойке запулила гард, забралась просто как обезьянка, да, на свою соперницу, прям забралась и начала прямо в стойке исполнять Кимуру, все-таки завалила соперницу, и вот весь раунд она пыталась сломать Тиши Торос в партере, не получилось, но это было классно, да. С одной стороны, это показывает, что тейкдауны у Маккензи Дерн не самые хорошие, и это, кстати, уже не первый раз, когда ей приходится буквально на себя заваливать соперницу, я хочу напомнить, что Хану Сиферсона не могла перевести, но все-таки, да, оказалась там внизу и сделала ей болевой на ногу. Ранду Маркоса она не могла перевести, но Маркос сама к ней залезла в партер, да. Вот, ну и, собственно, вот хорошо она перевела Нину Нунис, и вот опять же с Тиши Торос та же самая ситуация, не могла, ну никак не может переводить. Ну, такое бывает, да, у джитсеров, на самом деле, кто вообще смотрит давно бои, вы, наверное, тоже замечали уже не раз, ну, не самые лучшие у джитсеров переводы, даже у тех, кто прям в партере очень хорошо работает, но зато вот Маккенди оказалась изобретательным бойцом, да, даже вот такие вот фишечки у нее есть за плечами. Вот, это что касается ее. Ян Сионянь, боец, который тренируется в Тим Альфа Мэйл, и в UFC у нее изначально все было очень неплохо, да, победная серия серьезная. Проиграла Карли Эспарзе, которая сейчас является чемпионкой, но, опять же, ничего такого в этом нет, вы сами попомните чемпионский бой Карла Эспарзе, но в целом Эспарзе ее просто уничтожила в партере, она ее просто не почувствовала, то есть это был бой, как будто, ну, я не знаю, как будто Эспарзе бьется с бойцом там, из какой-то там очень-очень-очень низшей лиги, не из UFC вообще, и не из Инвикты даже, ну, то есть очень большая была разница в уровнях, Эспарзе ее удосрочила, а я хочу заметить, что Эспарзе никого не досрочила очень давно, просто вот просто посмотрите, вот в 21-м Эспарзе ее уничтожила, посмотрите, когда была крайняя досрочка у Эспарзе в 14-м году, вы представляете? 7 лет она никого не досрочила, всех побеждала решениями, приходит к Сианан, Эспарзе ее уничтожает, сносит просто, здрасте, да, вот, ну и в крайнем бою Сианан провела достойнейший поединок с Мариной Родригес, это был близкий бой, это был сплит, да, судьи не отдали ей победу, хочу заметить, что Ян Сианян отлично работала в стойке, и она забрала первый раунд однозначно, она перестреляла Родригес, она просто была более технично, больше попадала, больше била, да, ну, в целом выглядела лучше, лучше передвигалась на ногах, вот, ну и в целом вообще, Сианян, да, это такой боец, ну, прям нормальная техничная ударница, много бьет, да, у нее, вот, пальчик как такового я не вижу, да, у нее, но она много бьет, она технично, она много двигается, да, постоянно передвигается, в хорошем зале тренируется хорошо, готова, выносливая, поэтому, ну, все равно, боец она неплохой. От партера она, в принципе, защищалась раньше вменяемо, единственное, что, конечно, меня смущает, что вот Калин Куран ее перевела, Куран это просто, ну, посредственный боец, скажем так, да, Анжела Хилл, кстати, ее, по-моему, тоже переводила, что тоже, да, наводит на какие-то мысли, вот, ну, и с Кладио Гадели, в принципе, очень хороший бой к Сианян провела, то есть в первом раунде Гадели ее там все-таки смогла пару раз перевести, и потом Ксианан отзащищалась от всех переводов, перебила в стойке во втором-третьем раунде, передышала, в общем, что касается этого боя, да, коэффициенты у нас здесь следующие, 1,44 Маккензи Дерн, 2,9 Ксианан Ян, ну, если честно, есть у меня сомнения по поводу фавориста Маккензи Дерн, изначально, да, сразу скажу, первая мысль у меня была такая, что, ну, вот увидел анонс, да, пострел кэф и такой, ну, типа по делу, да, Маккензи Дерн, по идее, скрутит там в баранье рок соперницу, если там, если ее эспарца там не почувствовала, да, вот, но опять же, сейчас уже некоторые сомнения присутствуют, пересмотрел я внимательно крайние поединки к Ян Ксианан, пересмотрел очень внимательно поединки Маккензи Дерн, и я уже понимаю, да, что бой 5-раундовый, что если бой затянется, то по кардио, скорее всего, Ксианан будет лучше, потому что то, что она показывала по кардио в своих поединках, выглядело неплохо, в том числе и в сложных поединках, да, определенно Ян Ксианан лучше в стойке, в этом я не сомневаюсь, даже учитывая, что Маккензи смотрится в последние, в последних боях вменяемо в стойке, да, бьет таймингово, да, но у нее явно намного меньше арсенал, у нее явно хуже передвижение, да, и в целом бьет она именно по количеству меньше, да, поэтому я все-таки думаю, что должна прям прилично быть в стойке лучше спортсменка из Китая, но остается борьба грэплинг-джитсу, и это, конечно, на стороне Маккензи Дерн, но вопрос лишь в том, как она будет переводить, будет ли получаться, то есть может так быть, что у нее не будет получаться тейкдауна, может так быть, что у нее получится тейкдаун, и, например, она не сможет быстро сабнуть, и потом уже перестанут получаться тейкдауны, я вот скорее вот к такому варианту склоняюсь, вот, но опять же может быть такое, что Маккензи просто выйдет, переведет, сабнет, и как бы досвидос, да, но вот честно, да, со временем, с тем, со временем, с которым я все больше думаю, да, про этот бой, анализирую и пересматриваю поединки, у меня складывается все-таки впечатление, что Ксианан Ян навяжет сложный бой Маккензи Дерн, и мне кажется, что коэффициент уже в моей голове лично уже не сильно интересный на Маккензи. Опять же, рассматривать ли Ксианан Ян для ставок здесь, я еще думаю по этому поводу, пока сказать не могу, ну, в любом случае, еще буду думать, смотреть, еще нужно будет посмотреть на взвешивание, обязательно, обязательно, здесь нужно взвешивание будет смотреть, вот, ну и, кстати, хочу заметить, да, что вот бывает, да, иногда ребятки упрекают меня, говорят, Роман, ну как так, ну ты вот сказал в подкасте, что ты этому отдаешь предпочтение, смотрим потом, оставочку ты давал на другого, что это, работа на бука, наверное, да, вот, на самом деле, да, ребятки, кто знает, кто следит, я уже не раз говорил, что подкасты одно, да, конкретные ставки, это совершенно другое, это с подкастами ничего общего не имеет, ставить по подкасту не нужно, ну, то есть вы можете это делать, если вы отдаете отчет, что это ваше решение, не мое, но, если вы хотите, чтобы я за вас подумал и придумал ставку, да, то в описании, в закрепленном комментарии будет ссылочка, у нас есть рассылка ставочная, то есть вы нам пишете, да, оплачиваете, мы вас добавляем в закрытый канал Телеграм, туда приходят ставки, абсолютно прозрачная, верифицированная статистика на бетоне, с которой вы можете ознакомиться, ну, и, в принципе, по условиям, да, все по вопросам нам написать в личные сообщения, хоть в Телеграме, хоть в ВКонтакте, где вам удобнее, кстати, как раз-таки через пару дней новый месяц начинается, у нас будет набор, поэтому welcome, вот, я эту вообще, эту рекламку, так скажем, встроил, да, к чему, к тому, что мнение может поменяться, да, то есть изначально вот у меня было мнение, что дерн это, по идее, легкая, да, катка, сейчас уже я склоняюсь к тому, что бой может выдаться близким, может быть, мне уже к бою после взвешивания покажется, что уже можно и Ксианан здесь забирать, но пока что, да, если просто вы мне скажете, вот, Ром, нужно выбрать просто кого-то одного, вот, если были равные кэфы, когда, вот, бывает, тоже мне пишут, ребятки, а если бы равные кэфы были, кого бы ты выбрал, вот, если равные, если нужно прямо вот кого-то выбрать, что вот кто-то победит, вот, скажи, ну, скорее Маккензи дерн, скорее Маккензи дерн, то есть, вот, единственное, что за 1,4, Ну, на мой взгляд, сейчас неинтересно Вот, так что отдаю сейчас, на данный момент Отдаю предпочтение Маккензи Дерн Но считаю, что бой может выдаться ближе, чем ожидается Ну, а вы можете написать ваше мнение в комментариях Мы все читаем Поэтому welcome, welcome прямо вот сюда под ролик